Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники! Почему он так сказал? Потому что Жан Батиста Вико, великий итальянский философ эпохи просвещения, понял одну очень важную мысль. По-народному она формулируется так, как назовешь корабль, так он и поплывет. И когда некие умники говорят нам с высоких трибун, что если вы работаете по нашим стандартам и лекалам либерально-демократическим, вы суть мир добра. А если у вас мозги не так устроены, традиция не та, ну так вы естественно мир зла. Ну а раз вы мир зла, то естественно надо со злом бороться. И бороться так, что камня на камне ничего не остается. Сегодня у нас в гостях Валерий Демидетский. Человек бывалый. И человек мыслящий. Человек следовательно мудрый. Здравствуй Валерий. Ну а ты уже аванс такой большой. Какой аванс? Да, в возрасте нет. Тебя же все с удовольствием почему смотрят? Потому что ты не просто рассказываешь интересные, скажем так, репортажи такие импровизированные о том, что ты видел, что ты постигал. Ты всегда понял, хотел подоплеку, почему люди поступают так или иначе, почему события происходят так или иначе, и почему они часто происходят совсем не так, как об этом принято говорить. Вот это и есть то, что я называю мудростью. Вообще-то при моей работе такие знания не лишние, потому что знаешь, как у журналистов, в народе говорят так, слово не урабей, вылетит не поймаешь. А у журналистов, у дипломатов говорят по-другому. Слово не урабей, поймает, вылетишь. То есть еще за 25 лет не вылетел, приходится изучать подоплеку всего, чтобы хотя бы разобираться в этих подводных корнях. А замечание, то, что ты говорил до сих пор о кризисе, я не сказал бы крахе, о кризисе либерализма, очень верно подмечено. Я уже на какой-то передаче об этом говорил, по-моему, но ничего страшного, повторение мать учения. Если ты помнишь, была такая в конце 80-х, в начале 90-х годов, знаменитая статья Фукуямы, конец истории. Да, это он по Гегелю разбил мысль дальше. Да, он говорил, что все. У Гегеля не получился конец истории, а вот у Фукуямы якобы получился. Да, он получился, и суть этой статьи была простая. Ну вот все, говорит, рухнул Советский Союз, рухнула мировая коммунистическая идеология. Ославгия, полизация. Да, вот либерализация. Все, теперь, да, больше, говорит, уже другого выхода не будет, кризисов больше не будет, все будет хорошо. Все, значит, заживем счастливо. Честно говоря, я был тогда еще, ну, мне было лет еще 30 не исполнилось, я был начинающий журналист, и как бы с упоением все это читал. Мне даже Горбачев нравился один, было одно время. И мне тоже казалось, что, да, действительно, он в чем-то прав, да, вот сменилась целая эпоха, то, что было неправильно, отмирало, то, что было правильно, пробивало себе дорогу по теории и так далее. И мне тоже многие вещи тогда казались вот такими. Мне даже казалось, что вот партия коммунистов ушла надолго, и вот сейчас надолго прошла другая сила, более прогрессивная, демократы, там, либералы и так далее, и так далее. Но Бог послал мне умных собеседников. Сейчас могу сказать, это был покойный Кутыркин Владислав Георгиевич, мудрейший человек, он занимал пост в Бреззаге Госплана, и я всегда у него консультировался по вопросам экономики, когда работал за экономическим отделом в республиканском агентстве АТЭМ. Также другого послал умного собеседника, который был Петр Андреевич Паскарь, бывший наш премьер, заместитель председателя Госплана СССР. И как-то вот в беседах с ними они заходили к нам в представительство, к своему другу покойному Федору Анащу Ангеле, бывшему послу в Турции. Тоже мудрый человек. Я, слушая их беседы, и, так сказать, задавая свои вопросы, иногда пытаясь вступить в них какую-то даже юную полемику, на многое я начал смотреть по-другому, несколько по-другому. И потом жизнь показала, что вот эти опытные люди оказались правы. То, что они говорили буквально на пальце, что будет вот так, 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 оно сбылось. И даже то, что те, кто пошли на смену коммунистам, которые правили 70 лет, править долго не будут. Вот мы сейчас видим новый ренессанс. Меня на днях удивило несколько статей в молдавской прессе. О них я сейчас скажу. Я прочитал интервью министра страны Дил Галбора. Очень толковое интервью, мне оно очень понравилось. Я готов подписаться там под очень многим. Ну вот одна вещь, я ее прочитал с уделением. И он сказал, что, господин Галбор сказал, что к заявлениям господина Шалару нельзя относиться серьезно. Опа. То есть, ну, говорит он там, мы и говорим. Да, молчу. Потом представитель правящей, так сказать, коалиции, господин Гьяков, который занимает пост почетного председателя Демократической партии, которая сформировала правящую коалицию, он тоже сказал, что на господина Шалару не надо обращать внимание. То есть, по нечетным не надо обращать, а почетным не надо. То есть, не надо обращать на внимание, то есть, можно сказать, прочее. Сегодня, читая одну газету, комсомолка называет министра клоуном. Я вот сижу, думаю, господа хорошие, у нас сегодня говорят все, что у нас сформирована новая коалиция. Она представилась в Вашингтоне, устроила экономический форум здесь, пригласила на него такого важного человека, господина Борозу, и обещает очень быстрые перемены к лучшему в стране. Если эта власть будет эти перемены в стране сделать шапито, то, вы скажите, вы собираетесь цирк делать или по-прежнему? То есть это шоу? Мы 7 лет наблюдаем шоу, где сплошные разговоры. И вчера буквально, да, обыкновенный заурядный дождь, выпала месячная норма осадков за один день. Бывает сплошь и рядом, где угодно. Но вчера, ну как бы я сегодня посмотрел утром в Фейсбук, да, ну тихий ужас, все ругают примара, да. Примар такой, примар сякой и так далее, и так далее. Но у меня вопрос тоже к этим людям есть. Господа мне хорошие, а кто его избирал три раза? Причем обратим внимание на закономерность, порядке диалога. Значит, первый раз избрали, хищения шли на миллионы. Второй раз на десятки. В третий уже сотни, дошло куда больше. Неужели вот эта градация вот этих вот мерзостей всех и непотребностей не учит ничему людей? Вот принято, вот смотри, собака, она если где-то ее током ударит, она больше не пойдет. Человек, наверное, единственное существо на свете, которое три раза, причем уровень тока будет все больше и больше, он упорно будет тыкаться. Чем это связано, Валерий? Павлова на них нет, да? То есть собака Павлова выходит помудрее. Нет, я еще начинал... Ее нет второй сигнальной системы, то есть речей, которыми можно было дурить человека. Тогда я бы рассказала пару слов беспадежей, да? Я думаю, я бы что-то начинал работать еще при советской журналистике. Я помню те времена, когда действительно слово в газете это было не пустым звуком. И чиновники очень себя так ответственно вели, когда имели дело с журналистами. Сейчас сегодня, вот я читаю, на днях буквально был арестован вице-мэр, да? Ну да, видно не поделился. Помнишь таможников тех, когда скинули, что-то напоминает? И четыре его подчиненных, значит, самое. И вдруг выступает мэр и говорит, вы знаете, говорит, а ты не самая крупная рыба, у нас крылут почище в примарии, да? Побольше. Вы знаете, после такого призрания, заявления, обычно примара приглашается в органы, да? Да. И начинает спрашивать. А что вы имели в виду? Если вы знаете, что у вас крадут, да, и мешками, да, 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 что же вы молчите, что же вы это покрываете, получается, их, понимаете? Ну вот, честно говоря, вот у меня возникает вопрос, действительно, к тем людям, которые сегодня сказали, что они собираются навести порядок в стране. Этот порядок будет прежним цирком? Или это действительно будет порядком? Если это люди собираются навестить порядок, с клоунами его не наведешь, понимаете? Вот с прежним клоунами. Потому что у них шел в крови. Надо менять что-то. То есть надо, чтобы клоуны ехали на крутую, там есть такое здание цирка, которого проработали, животноводческий комплекс по выращиванию крыс. И там пусть они занимаются и выступают. А в правительстве даже сидеть ответственные люди. Вот, допустим, сегодня ночью премьер Филипп собрал здание правительства и потребовал от людей, делайте что-то, да, вот с этим, город затопило, да? Вот. И СМС сказал, и даже сказал такую фразу, что их трудно насчет приукрашивать там и скрывать что-то, я уволю этих людей, да? А народ думает так, водичка сойдет по церкви. Обыкновенный дождь, да? И нужно собирать задание правительства. Это говорит о том, что у правительства нет доверия к властям на местах, понимаете? Не управляем. Да, то есть, если они говорят, что, извините, вы там не прикрываете, не начинаете лакировать действительность, да, что-то делаете ночью, город затопило, да? Это кризис власти, эти неуправляемые бароны на местах, герцоги, там, гнезьки. Да, 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 а вот в газете называют клоунами, да? Не правы эти газетчики? Да, сейчас клоуны богатенькие. Вот такая ситуация, да? А насчет либерализма, конечно, мы тут посмеялись над нашими, так сказать, либералами, да, которых называют, по сожалению, клоуны, да? Да, вот капитаны мирового либерал-демократизма. А вот, что касается мирового, ну, странная ситуация возникает, почему? Потому что... Странное объявление недавнее. Больше всего, так сказать, у нас сегодня крысились на то, что там происходит в Крыму, на Донбассе и так далее, и так далее. Когда я спрашиваю, сколько было людей убито в Крыму в ходе референдума? Ни одного. А как так получилось, что в Крыму провели референдум, да, а в Косово не провели, и решения ООН не было, и американцы признали, и все нормально, и все спокойно, да? Как так получилось, что на Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии, в Ливии были развязаны гражданские войны, в ходе которых убили сотни тысяч людей? Как бы для установления правильных стандартов. Теперь почему-то мировые СМИ молчат страшно обо ситуации. Я хочу вот по Евроньюсу или по СНН увидеть репортажи. А что происходит в Ливии после падения Каддафи? Как же вот люди? Так отрывочками, знаете, доходит информация. Когда мой коллега из Турции в беседе со мной рассказал, что, а знаешь, говорит, вот тоже об этом мало пишут мировые СМИ, но и в Турции тоже идет на Востоке, говорит, танки в городах стоят, говорит, тоже. В Турции. Да, идет гражданская война, по сути. Вот, мы тоже об этом молчим. То, что сделали в Сирии, вот молчание. Главное, это, знаете, вот, что произошло с Крымом, что происходит на Донбассе. Да, то, что происходит на Донбассе, это плохо. Конечно, плохо. Но надо, в конце концов, если взялись выполнять Минские соглашения... А ведь мужики просили вначале чего? Какой-либо элементарной автономии, хоть в зачаточном виде, чтобы какие-то их... Голос хотя бы был услышан. Так это за Крамолу посчитали? Да. Мочить? Да, и вот здесь получается так, что, понимаете, мы живем вот таким вот информационным огромным прессом, да, который вот и назвал белое черным, черное белым. То, что горел Жан Батистов века. Да, да. Все извратил, да, и нас приучил к тому, что вот эти вот мальчики, девочки из семинаров Сороса, да, с горящими глазами, как большики троцкисты, которые когда-то Сталин вынужден был призывать в порядку, да, они все идут таким строем и кричат все, мы мир перевернем, мы всех выстроим, вот так будет и так. А в угоду кого? Да, вот многие вещи, конечно, да, я помню эти, начало 90-х годов, когда все говорили, что рынок все поправит, все будет хорошо, демократия все установит, главное все как бы вот... Все автоматически. Все автоматически произойдет. Но не произошло, не произошло. И вот как-то получается так, что в той же Африке, простите меня, уже 50 лет в многих странах, в подавляющем большинстве стран многопротивность, рыночная экономика, суверенитет и так далее, но тем не менее, там голодают, кризисы, войны и так далее, и ничего не произошло. Я, на это очень похоже на ту ситуацию, если помнишь, когда Рейган объявил Советский Союз империи зла, да? Было. Было, да. Вот империя зла. Но сейчас уже Россию объявляют. Ну вот нет, не было империи зла. Да, не сделали, он должен быть обязательно. Нет, ну да, да, через 16 лет сделали. Скоро Китай объявят. Вот Россию объявили, тогда Советские Союзы объявили империи зла. В 1901 году не стало империи зла. И было развязано столько войн, и столько, кажется, противоречий, и столько гибели и голодей. То есть многие вещи, вот мне, допустим, непонятно. Мне, допустим, непонятно, почему, допустим, каждый там, в статистике ВОЗ, там, каждый 9-10 человек ложится спать голодным в этом мире, да? И в то же время кучка людей договорится о том, чтобы уничтожить продовольствие, да? Можно назвать так мудрым? Почему мировые богатства, как бы все, да, они управляются и сконцентрированы в руках узкой кучки людей, да? В то же время, как производителем этих мировых богатств являются миллионы и миллионы людей, да? То есть многие вещи сегодня напрашивают, а правда, а так ли справедлив, хорош и безупречен? Это же мир. Как о нем. То же Христос говорил, по делам их, вы знаете их, волков в обезьях, что ли? То, что нам навязывается сегодня. Поэтому, да, я помню, как мне один журналист наш, либеральный такой, да, возразил, что, знаете, говорит, а вот Россия, Соединенные Штаты Америки уважает суверенитет и независимость чуть других стран, а Россия не уважает. Я говорю, вы имеете в виду Ливию, Ирак, Египет, а может соседнюю Украину, да, где нормально, так вот, я представляю, приезжает, допустим, я привел такой маленький пример, вот у нас, согласно опросам, 80%, более 80% населения не доверяет власти. Так? Так. Да, хорошо. Вот, говорю, у нас уже год сотрясает Кишинев митинги оппозиции, да, она подходит к правительству, буквально там 2-3 недели назад, 24 апреля, по-моему, подходили к правительству, окружали. Вот представьте себе, чтобы они не подошли, у них недовольство справедливости, справедливо, больше 80% не любят власть, украли миллиард, коррупционные скандалы, власть ей не доверяют, так далее, люди подошли к правительству, да, и вдруг, кстати, появляется лавровый карасин с мешком печенья, и начинает раздавать. И говорят, ребята, вы их не любите, они у вас украли миллиард, а ту, вперед. О, чтобы началось. Нет, ну, я спросил, подождите, когда-нибудь Россия так поступала, приезжала, раздавала бутерброды, говорила, что надо штурмовать, а что не надо штурмовать. Когда-нибудь на Рыжкин сюда приезжал. Нет, представь, невероятно, что бы так хаёшь какой бы начался, мать честна, с печеньками лавров. Но я согласен с другим нашим МИДовцем, бывшим заместителем министра странных дел Валерием Асталепом, который как возмутился в ходе одной из передач. Но почему, извините меня, должен посол США говорить нам, когда проводить выборы, каким курсом идти. Мне говорят, а вы знаете, вы не правы, потому что они нам так уговорят, потому что они нам предоставляют финансовую помощь. Я спрашиваю, а где эта финансовая помощь? Пока вы, разинный урод, слушали про эту финансовую помощь, ваша страна ещё упала ниже. И пока вы слушали, из ваших карманов спёрли миллиард. О чём, в чём эта помощь выражается? Почему вы называете США и ЕС партнерами по развитию? Где она в развитии? Вот именно. Какое развитие вы видите сегодня? Поэтому, конечно, эти многие вопросы, и, конечно, граждане должны себе отдавать. Я ни в коем случае не призываю, так сказать, какой-то вражде по отношению США и ЕС. Почему? Я уважаю и США, и европейские страны. Ну, и так вот, что мы жили, как они живут. Да, да. Я их уважаю, да, и считаю, что они очень правильно делают, потому что они продвигают свои интересы. И это абсолютно правильно. А наши дикломаты, наши политики, чьи интересы они? Да. И я с удивлением наблюдал такого деятеля, как Козырев, который, будучи министром странных дел России, продвигал интересы США. Да, и я не понимаю наших политиков, потому что, господа, вас избирал народ Молдовы. Почему вы едете отчитываться в Вашингтон, в Брюссель и в другие столицы? Вы, наверное, должны отчитываться перед этим народом, который вас избрал, так? Или я что-то не правильно говорю? А потом с партнерами по развитию. А у нас, что не избирается чиновник, он тут же едет на доклад, понимаете? А почему он едет на доклад туда? Может, он выйдет нам что-то скажет? И скажет, знаете, вот меня избирали, да, вот я принял такое хозяйство, уже сильно разворона, но я сделаю то-то, 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 и вот постараюсь это поправить. Ни в коем случае мы никогда такого что-то не слышали. Валерий, я вот тебе сейчас, как в Одессе говорят, это правда, что у вас, приезжие спрашивают, действительно, на вопрос отвечают вопросом? Тот посмотрел, говорит, разве? Так вот, я тебе вопрос на вопрос. А не кажется ли тебе, что вот помнишь, когда-то в старые времена, вот наши правители ездили в высокую порту, значит, там с подарками, со всякими обещаниями, заверениями и так далее, вот, потом приезжали, корону им на голову, значит, одобрямс, потом недовольные кучковались и снова ехали в порту, давали взятку визирю, чтобы тот у султана Фирмана, и смотришь, этот летит, другой приезжает, опять, вот, не напоминает ли вот эта езда? Да, мы часто вот на историю смотрим так, ну, постмодерн, как принято красиво, говорит, гламур, постмодерн, там все такое, ну, это история, это все в прошлом, это все осталось, это, вы понимаете, это несерьезно, а у меня такое впечатление, что наши бояре с гаджетами, с мерседесами, там, со своими супермашинами и супербюро и технологиями, суперсекретаршами и так далее, значит, в принципе, это те же самые бояре, исправники, те же самые господари и так далее, которые мыслят по вот этим, помнишь, мы о лекалах, они не по либерально-демократическим лекалам мыслят, они мыслят по лекалам вот своим патриархальным, историческим, Карпата-Балканским, а когда от них требуют, чтобы форма соответствовала, они говорят, так вот, ребята, у нас гаджеты, мы по-современному мыслим, у нас есть стратегии развития, у нас в каждом районе там все со стратегиями, не кажется ли мне, что мы это уже когда-то видели, что это, и не кажется ли мне, что эти архаические структуры очень быстро нарядились в эти одежды по лекалам либеральной демократии и все, а в сути своей остались все теми же, исправниками, боярами, господарями, и не кажется ли тебе, что, к сожалению, многие наши сограждане тоже видят мир, вот, к сожалению, в этих архаических, допотопных лекалах. Ну да, потому что, вы знаете, в любых спорах… И потому по три раза избирают. Да, 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 в любых спорах и в любых, на любых выборах у нас идет речь не о том, кто избрать человека или там политика, которая поможет реализоваться людям здесь, которые живут, а избрать человека, который больше выпросит где-нибудь что-нибудь, кто нам больше даст, эти или те, я никогда не забуду, когда я к одному молдавскому политику зашел, да, с журналистом, и он объяснял очень просто так, тогда выбор, так сказать, стратегии, да, вот, говорит, вы знаете, говорит, мы спросили, к нам Нарышкин приезжал, мы спросили, мы нам 2 миллиарда дадите, он сказал, нет, 2 миллиарда мы вам дать не можем, может дать рынке сбыта, это, это, говорит, а вот эти дают нам 2 миллиарда, вот мы их выбрали, давайте, ну вот, еще у корреспондента глаза на лоб, мне было как-то неудобно. А чем это отличается, вот нам пачку рез отдали тогда, вот мы их и выбрали. Какая разница? Вот так же приезжает, да, вот мой коллега студенческий, Юра Рожка, да, он мне рассказывал, когда он возгулял, Лебеный, Модрый, Народный фронт, да, он говорит, мы туда ездили по голосам, так далее, к нам так проходили, и сказали, вот вы приехали агитировать, где нам здесь рассказываете про то, про это, да, вы нам что-нибудь привезли там, вот, хотя 50 лейки, ну, если 50 лей вы нам не привезли, то вот там заезжали в прошлый раз другие, нам вот предоставили и так далее. То есть, понимаете, конечно... Когда селат нам Майдан, 50 тысяч, он привез, та печенька, он кручит, 50 тысяч. Виктор, абсолютно, абсолютно, я согласен с тобой, что речь не в наших политиках. Наши политики ведут себя так, как им позволяет наши избиратели. То есть, как мы позволяем сами, да, какие мы, какие мы. И в конце концов, наши политики никто нас с палкой не заставлял бежать и растаскивать имущество наших отцов и дедов, да, вот, кто-то растащил фермы за ночь, кто-то растащил заводы за ночь и радовался. Это политики сделали, это бы сделал Дьяков, Плохотнюк, Филат, там, или кто-нибудь, нет, мы это мы сделали сами, мы радовались этому, да, что вот, как бы, не надо будет завтра выходить на работу, а потом мы с ним сказать, откуда надо брать зарплату. Еще теория, это все оккупанты понаделали, они все понаделали неправильно. За счет зеребания мы заходим по новой. За счет оккупантов это дело, история. Наши молдавские либералы, по-моему, еще через лет 100 и 200 будут рассказывать сказки про советских оккупантов, то, что они не могут объяснить, почему при этих советских оккупантах, да, за те же 25 лет Молдова в 50 раз увеличила свою экономику, да, ее население не выросло в два раза. Пошла энергетическая, промышленность, прелиберальная идея, да, и почему прелиберальная идея, да, вот, как бы, свободы, да, демократия, либерали и на, как бы, национальном подходе, у нас половина населения сбежала из страны, да, и экономика, и промышленность, и сельское хозяйство разоружено до основания, да, и процветает коррупции и так далее. Вот на этот вопрос, знаете, ответа нет. А когда я их спрашиваю, они говорят, ну, ты же убиваешь нас с этим вопросом, я говорю, а что же вы хотите игры? Войдите это людям, расскажите, они что, не понимают? Они понимают, поэтому и за коммунистов когда-то голосовали, они думали, что все вернется. Ну, наивно, конечно, дважды нельзя войти в одну реку, и Советский Союз, конечно, не восстановишь, но с другой стороны, вот я все же верю и надеюсь, что когда-нибудь, да, с наших политиков будут спрашивать за то, что ты сделал для того, чтобы провести, проводить политику Молдавии, да, вот, а не политику США, ЕС, России, там, или Турции, или Украины, или кого-нибудь другого, да. Я бы хотел видеть ответственных политиков, которые сказали бы мне, что они хотят сделать с страной, да, что, что, какие планы, да, что они хотят, что эта страна через год, два, три с ней будет, да. Вот сейчас мы увидели такого политика, я, кстати, с уважением отнесся, не знаю на то, что господина Плохотняка ругает, у меня его жест, что он вышел, сказал, я отвечаю за ситуацию в стране, я-то думал, что он спрячется там где-то в тине и будет сидеть и дергать ниточки, как все олигархи. Ну, он вышел, ну, конечно, это вызывает уважение, ну, что ж, посмотрим, тут недолго осталось ждать, посмотрим, увидим. Если действительно сделает, да, действительно, тогда можно сказать, что то, что про него пишут в прессе, да, называя его последними словами, то есть это неправда. Но если не сделает, то тогда он окажется там же, где многие наши политики. Поэтому вот так вот. Ты знаешь, я скажу тебе такую вещь. Можно спорить о кандидатурах. Дадон, Плохотнюк и так далее. Можно возмущаться, как их можно сравнивать или наоборот не сравнивать. Но у меня такой вопрос. Вот когда Англия оказалась в беде, когда все поняли, что судьба страны на волоске, начало вот этой Второй мировой. И вдруг избирают Черчилля, Уинстона, который был образцом, ну, скажем так, то, что он явно с тоталитарными, авторитарными, по крайней мере, он диктатор от рождения. Не забывай, он герцог Мальборо. И всю войну принимал свои спальни всех. Но обрати внимание на такую вещь, что в минуты опасности, в минуты кризиса достоин исторического существования бытия только тот народ, который может выдвинуть своих пророков, своих подвижников и своих общенациональных лидеров. А у нас масса шантропы какой-то, которая, как мы же, хрумзут по кускам. Какие-то партии, партии дутся, и никто ни за что не отвечает каждый на другого. Поэтому, вот на самом деле, пришло время, чтобы страна выдвинула какого-то лидера. Кто им будет, кто докажет, кто покажет, но общество созрело для того. Руль в руках должен быть жестких и жестких капитана, который один, представляешь, руль, штор, рифы, мели и 10 капитанов друг у друга руль. Тут же нужна жесткая рука. Мне так очень сложно. Почему? Потому что когда-то, насмотревшись до 99-го года на тот бардак, который творился у нас в стране, давай... Вот Воронин, помнишь, пришел? Да, да, да. Акторитарный жесткий бандитов приструнил, с бюджетом порядок, пошли зарплаты, пошли пенсии, много чего, Владимир Николаевич, можно любить, можно не любить. Можно критиковать, можно не критиковать, но тогда действительно я был... Но в этой стране и МВФ мы не клянчили копейку. Кстати, за это он и пострадал. Да, да. Дело в том, что, понимаешь, когда Воронин пришел к власти, я был среди тех, я не скажу, что я был наивный такой уж человек, но всякому человеку хочется верить в лучшее. И я тоже очень надеялся, что у человека 70 мандатов в парламенте, и он сможет многое перевернуть. При всех его плюсах, минусах, при всех его ошибках, тем не менее, я считаю, что он войдет в историю как один из таких президентов с знаком плюс, особенно его первое правление. Кстати, и первый, и второй ученики Владимира Николаевича. Да, да. Крутистые. Да, многие. А что не так? Да, да. Откачук возьми, Марик. Да, очень многие. Нет, самим интересно, что однажды Владимир Николаевич... Он же вырос в темпе, что он в парламенте жарился на... так сказать, на Плохотнюка, на лупу, говорит, вот смотри, что они творят, и так далее. И кто-то ему из журналистов сказал, говорит, ну, ведь ваши ученики же. Ну, да. И он сказал, что да, то да. Что да, то да. Да, действительно, они его ученики. Многие его сегодня ученики, значит, самое, но, к сожалению, вот, к сожалению... Крутости учителя не хватает. Николаевича не удалось довести... Слышь, я говорю, крытости учителя не видно. Ну, поживем, увидим. Дай бог. Поживем, увидим. Потому что у нас сегодня, сегодня у нас без жестких мер, я уже... Невозможно. 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 И я уже на одной же передаче говорил, что, знаете, вот, предпринять какие-то меры сегодня, да, вот можно сегодня собрать экономистов, собрать светлые головы, да, и разработать какой-то комплекс мер, которые, ну, может быть, через год, два, три, а может, через пять лет дадут первые взгляды в экономике, да, но общество их не дождется, и оно потребует через полгода. И только один есть способ сегодня, да, вот, заработать очки перед обществом и какой-то элементарный порядок, то же самое, что сделал Воронин в начале своего правления. Порубал головы? Да, да, да. То есть, есть один такой мудрый... То есть, сегодня надо... То, что будет народом страшно приветствоваться, и то, что даст моментальный эффект. Да, да, это реальный моментальный эффект, быстрый эффект, и будет нравиться народу, это борьба с коррупцией. Если сегодня люди увидят, что чиновники, которые забыли страх и совесть, ну, про совесть я не говорю, страх забыли, страх забыли, уже сегодня садятся за решетку, да, это будет иметь, во-первых, и воспитательный эффект, потому что многие испугаются, а я-то знаю, как это бывает, я видел, наблюдал, когда чиновник говорит, ты знаешь, того посадили, этого посадили, ох, все, до свидания. Я вопросы больше не решаю. То есть, по крайней мере, без тридцов. Очень-очень не хочется, когда у тебя есть хороший дом, когда есть хорошая машина, есть много чего, и все есть. Чтобы это забрал другой такой же... Да-да-да-да-да, и потерять это место, то есть, как бы, чиновники будут моментально, они когда чувствуют вот такую вот... Опасность. Опасность пресса, они моментально организовываются, стихают и понимают, что лучше сегодня потерять палец, чем потерять руку, и лучше потерять руку, чем потерять голову. Поэтому это, конечно, даст результат, и я почему-то думаю, что, скорее всего, власть пойдет именно по... Это единственное, иначе что, развал страны. Да, потому что мы идем, действительно, к критической ситуации в стране. Я не особо верю, что, вот, как многие говорят, что, вы знаете, вот либералы специально ведут страну вот этим бардаком, насаждая этот бардак, к тому, чтобы... Сурмэния. Сурмэния, бедница, так далее, так далее, так далее. Я в это особо не верю. Потому что, не дай бог, и с них... Но придут те братки, они же наших братков раздемнут международными Африками. Я это понимаю. Я люблю румын, среди которых много моих друзей и родственников. Но я представляю, что такое будет и всегда придут в них политики. Что они с нашими сделают. То же самое с Приднестроем, это вопрос. Приднестроевский вопрос, он тоже, как бы, не решается, не потому, что... Кстати, серьезнее, что это вопрос. Люди не любят друг друга, с левой и с правой берега. Да ерунда-то все. Люди любят друг друга, и воевать они никогда не хотели. Это их политики. То, что политики с двух берегов не любят друг друга, не доверяют друг другу. И делиться не хотят. И делиться не хотят. И имеют дивиденды с этого противостояния великолепные. И прекрасно сотрудничают. И прекрасно сотрудничают независимый. Поэтому вот это да. Потому что Приднестонский конфликт расшить проще простого. Понимаете? Это нужно просто желание политиков втераться в поле в Кишиневе. И больше никто. Политическое поле. А вот эта игра на том, чтобы, знаете... Якобы берега там. Будем... Да, да, да. Там братья, сестры, одни и те же составы населения. Никаких противоречий нет, кроме того, что... Приднестровцы не хотят взваливать наших, как бы... На свой год. На свой год. А мы не хотим, так сказать, делиться с ними. С ихними. Вот и все. Здесь вся суть Приднестровской проблемы в этом. А внешние игроки, конечно, почему бы им не поиграть на те проверки. Есть противоречия. Мы нужны, да. Значит, мы востребованы. Значит, мы можем там влиять и так далее, и так далее. Это понятно как азбука. Поэтому... Валерий, а тебе не кажется, что тот из наших политиков, кроме того, что прижмет вот этот беспредел воровства, вымогательства и коррупции, то кроме этого, сделает сильный ход, реальный, мощный ход по сближению обоих берегов Днестра, он войдет в историю? Ну, вот об этом мечтал Воронин. Воронин в 2001 году очень рьяно взялся за Приднестровскую. Очень рьяно взялся. Он так взялся с карьеры. Ну, присущий. У него было, правда, еще сказать, был аппетит власти, потому что... И время к власти было. Да, 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 долгое время был в оппозиции, значит, самое, он и сосковался по этому делу, и он тут же моментально взялся за эту Приднестровскую проблему, просто вцепился в нее, знаете, он и так пробовал, и так пробовал. И тут меморандум Козовка. Да, меморандум Козовка. Какие-то дядечки с Вашингтона спросили, а где активы ваши числятся, видно, что он такое. Он сказал, по-моему, он отшутился, бес попутал. Ну, мы догадываемся, по-моему. В отношениях между США и Россией, да, вот, казалось, что вот можно... Вот, вот, перезагрузка. Да, я помню, да, я помню поведение посла, Панелы, тогда они буквально нажимали на наших... Помнишь, знаменитое письмо, которое наш из писатель написал американцам, как бы открытое письмо, в котором обвинил их в том, что они угнетали индейцев и так далее. Почему? Потому что американцы склонялись к федерализации, да? Кстати, когда Бежа борется права американцев и индейцев. Было такое, я с удивлением читал, да? С правами Гагаузов, Болгарка, других русских. Американцы припомнили индейцев, ну, что сделаешь, было такое в их истории. Но тогда казалось, что вот как бы есть, как бы, ну, может быть, мы можем что-то сделать. Но тогда, на мой взгляд, в чем ошибка была с этим меморандумом? Ошибка была в том, что это был узкокелейный документ, на мой взгляд, да, который не... Вот я скажу честно, вот не секрет, первые беседы по меморандуму, те люди, которые начинали его писать, Кочук и Лицкай, они были в моем присутствии. Да, как-то они начали этот разговор, встречались... А ведь меморандум он решал... И когда они начали об этом разговаривать, разговор шел о чем? Как бы я уже не выдаю этих секретов, пусть просит меня Марк и Валера. Вот, но... Время прошло. Да, время прошло, значит, самое, тем более, они сами об этом рассказывали. Они как-то вот этот разговор был, первая их встреча была в моем присутствии, да? И меня, конечно, журналиста интересовало вопрос, а что будет с пиаром? Да, вот, ребята, а вы, это самое, вы собираетесь, как бы, вот вы собираетесь писать документ, но этот документ потребует какой-то популяризации, да, взаимопонимания, поддержки людей и так далее. И на что они сказали, что не, не, с этим не надо торопиться, все это надо делать как-то в узком кругу, потому что, как в этом вот в беседе с юристами, да, знаете, почему нельзя целоваться с женщиной на перегрузке, потому что много советчиков найдется, говорит, сейчас налетят все и все, говорит, угробят, не надо подпускать слишком много людей. И вот на последнем этапе, политическая воля, и вот произошло то, что, как бы, я понимаю, что в Террасполе этот меморандум не хотели, и очень сильно, я думаю, что там выпивали по этому поводу, поднимали шампанское, когда Воронин это сделал, у них радость была, конечно, очень большая. Конечно, делиться властью. Да, 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 они не хотели делиться властью и так далее. Но, по большому счету, мы тогда не обеспечили вот эта ошибка моя, мне кажется, ихняя ошибка была в том, что этот документ готовился как-то закрыто, келейно, и не была обеспечена общественная поддержка. То есть народу не объяснили, мы страну объединяем, а страну невозможно объединить без уступок. А как же? Вот даже сегодня, сколько лет прошло, да, вот, уже прошло с меморандума 13 лет. Да уже оно мое поколение, да, там кричали, что вот там какую-то дату написали, 10 лет, там будут российские миротворцы, но 13 лет прошло, и они там, и возны не там, понимаете, и мы по-прежнему в формате 5 плюс 2 разговариваем об этом. Поэтому, честно говоря, вот я здесь вижу такое, как бы, лукавство некое. Я думаю, что Европейский Союз пошел бы сегодня на какие-то соглашения по Приднестровью, да, вот, и, наверное, бы разработали какую-то дорожную карту, и понятно, что это не будет не завтра, что это будет какой-то такой, знаешь, растянутый времени процесс, и наверняка нужны будут очень твердые международные гарантии, международные гарантии, которые, как бы, ну, предупредят ту ситуацию, если там пойдет в опасном направлении, чтобы ни у кого не возникла идея это решить, примерно так, как было решено в Сербской крае, или где-нибудь в другом месте, да. Но, тем не менее, я думаю, что немцы в этом заинтересованы. Существует сегодня не только противоречие между Западом и Россией, сегодня существует серьезное противоречие между немцами и американцами, в конце концов. Конечно, все же фактически уже треугольник. Да, 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 и россияне сказали, когда немцы, они возглавляют сейчас Россией, очень, они педантичные люди, они привыкли, чтобы доводить до логического конца, они не любят заниматься ерундой, они сильно взялись за это дело серьезно, да, они тоже приезжали, насколько я знаю, в Москву, Москва выступила своим пакетом продолжения, продолжила сегодня, кстати, обсуждается в Берлине, да. А там мне понравилось. А в Москве, насколько я проинформировал, сказали, вы решите вопрос с вашими союзниками, американцами, они поддержат ли это. И в Москве, наверное, реально понимают, что у Обамы заканчиваются сроки, и, скорее всего, вряд ли это произойдет. Ну что, Валерий, большое тебе спасибо за искренний разговор. И я так думаю, что один такой момент, мы как-то пришли к нему, и я, наверное, поблагодарю тебя за это. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Я все вижу это такими словами. Дорогие соотечественники, вот такая фраза промелькнула, вот простите за автоцитату. Только тот народ достоин, достоин своей судьбы и достоин будущего для себя, для своих детей, который способен в критические, кризисные моменты своего существования, а у нас многовековое существование. Молдова начинается не с 40-го года, она имеет очень длительную многовековую историю, и печальный, и богатый, и радостный, и трагичный опыт. Когда мы поймем одно, что в кризисные моменты истории достоин этой истории только тот народ, который способен выдвинуть из своей среды пророков, подвижников и лидеров. И эти лидеры не должны сцепляться в глотку друг друга, а вместе объединяться и вытаскивать страну из беды, и решать вопросы ее будущего. Спасибо за внимание. Страна нуждается в пророках, в подвижниках и лидерах. И чтобы они все были патриотами этой страны, как и все мы, независимо от нашей национальности, культурной, языковой принадлежности. Я люблю вас. Будьте бдительны. Будьте всегда в здравом уме. Обнимаю вас, Виктор Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok